Здравствуйте! Хочу показать вам свою актинидию коломикту. Это мальчик. Он уже окрасил свои листья. В зависимости то ли от погоды, то ли от его настроения, он окрашивает свои листья в белый или в розовый цвет. В данный момент актинидия коломикта цветет. Вот так вот она цветет на всей длине побегов. Цветки обладают легким приятным ароматом. Сейчас покажу вам один цветочек покрупнее. Надеюсь вам видно это мужской цветок. То есть вы видите здесь только тычинки, здесь нет пестика. Как вы знаете актинидии двудомные растения. Чтобы получить урожай нужно высадить и мужские и женские растения. Но к сожалению на моем участке практически каждый год бывают заморозки. Вот в этом году нам повезло. Весна была поздняя, но возвратных заморозков нет. Поэтому актинидию не убила. А так у меня каждый год бутоны, цветы, завязи, молодые побеги все под ноль убивало возвратным заморозком. Поэтому получить какой-то урожай с нее у меня не получалось. Так что если у вас такие же условия на участке и каждую весну бывают возвратные заморозки, вы можете выращивать актинидию только в качестве декоративного растения. Актинидию коломикта очень высокая. Лиана может вполне себе завить двухэтажный дом. Если у вас есть какая-то некрасивая стена, забор или вы желаете отгородиться от соседей, она вполне подойдет. Актинидия коломикта очень зимостойкая и прекрасно выдерживает наши зимние морозы. Если актинидию коломикта обожгло возвратным заморозком, то она потом выпустит новые побеги и листочки. Она не погибнет. Но к сожалению, на них уже не будет цветов и не удастся получить плодов. Есть мнение, что мальчики более декоративны, чем женские растения. Поэтому, если вы хотите использовать ее в качестве красивой вот такой пестролистной лианы, то вам следует приобрести мальчика. Но тоже пестролистность она зависит от сорта к сорту. Она может быть разной. Кто-то может быть вообще с зелененькими листьями, поэтому при покупке желательно поинтересоваться. Вот такое вот симпатичное растение. К сожалению, в моем регионе совершенно не плодовое. Спасибо за ваше внимание.